Всем привет на этом канале. На канале Галопом Про. Начинаем этот удивительный день в городе Гарис, который находится на самом востоке Армении. Он окружен горами. И начали мы этот день с маленького отеля Мира, замечательным видом и завтраком. Завтрак был просто от души. Да, вот такого завтрака мы еще не видели нигде в Армении. Такое ощущение, что чем дальше ты уезжаешь от Еревана, тем вкуснее и обильнее вас будут встречать с утра в отеле. Мы едем сегодня посмотреть окрестности города Гарис. Здесь изумительно красивые горы. И начнем мы его с серпантина, ведущего к легендарному монастырю Татьев. Будет офигительные виды. Канатная дорога, монастырь, чертов мост и еще черти знает что крутого. Оставайтесь с нами. Поехали. Вперед. Проехав 20 километров от города Гариса в сторону Татьевского монастыря, можно заехать на канатную дорогу, которая была включена в книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная реверсивная дорога протяженности 5752 метра. Ваш путь будет проходить над ущельем реки Воротан. Высота над землей будет составлять 320 метров. Это уникальное сооружение австрийско-швейцарской фирмы, которое является некоммерческим проектом, запущенное в рамках программы возрождения Татьева Рубеном Варданяном и Вероникой Занаберт. Угадал! Это самый быстрый и короткий путь к Татьевскому монастырю, который можно продалить всего лишь за 12 минут, заплатив 7000 драм за дорогу туда и обратно. Альтернативный вариант добраться до Татьевского монастыря также есть. Это автомобильная дорога, живописная, на котором много тоже всего интересного, но большие серпантины. Мы их тоже посмотрим. Ехать 40 минут 16 километров. Есть магазин, кафе, сувенирные лавки и бесплатная парковка. Ты тоже хочешь к монастырю, да, тебя никто не берет? Ну, мы сейчас тебя возьмем, сейчас договоримся. Ага, с лохтером, давай. Вагончики ходят по определенному расписанию, не то чтобы прям подряд, как на горнолыжном курорте. Ходит каждые 15 минут. Мы прям, как обычно, по краю бежали. Спасибо. Билет не потерять. Нам еще обратно по нему ехать. Поехали по расписанию. Мы хотим приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге к Риле Татево. Максимальная вместительность кабинка 31 человек. Да, вот смотрите, автомобильная дорожка, по которой нам потом предстоит проехать, тоже такая интересная. Вон, видите, вот и чертов мост виднеется. 12 минут удовольствия, и все, и мы на месте. Поездка очень комфортная, 36 километров в час, просто мягенько пролетаешь. Но с опоры, когда съезжаешь, она проваливается, очень круто. Тут прям сразу начинается красота, яблоневый сад. То, что нам рассказывают, что деньги тратятся на возрождение всех вот этих вот земель, на создание здесь атмосферы, мы это все можем видеть. Видимо, действительно работает. А канадка, кстати, была построена в 2010 году. Рядом со входом монастырь находится маслодавильня. Монахи всегда славились своим трудом. Проходите, пожалуйста, к нам в маслодавильню. А масло надавите? Конечно, вот сейчас закинем в пресс. Лекарств для заправки масляных ламп и прочих хозяйственных нужд. Помимо этого, масло шло на продажу или обменивалось на другие товары. Оно также использовалось при обороне монастыря. Здесь представлен старый пресс. Принцип работы у него такой. Есть каменный диск, в котором есть прорези и вставляются палки. И люди руками крутят. И по винту опускается камень на низ, крутят в другую сторону, камень поднимается вверх. И вот так давят масло. Из чего? Из семечек. Каких? Быстро. Подсолнечных. Жалко, что она сейчас не работает. Нет, круто, конечно, и посмотреть и так, что она стоит такая вот древняя, сохраненная. Но можно было еще рядом маленький цех такой из современных уже материалов. В маслодавильне давили не только масло подсолнечное, а еще и семена льна, кунжута, конопляные семечки. Так сказать, разномаслие было. А расположена она за пределами монастыря, специально, чтобы жители местных сел могли тоже пользоваться ее услугами. Это раз. И два, чтобы не так сильно напрягать шумом монахов. Монастырь существует с 10 века, а маслодавильню построили в 17. Заходим на территорию средневекового монастыря. Монастыря Татьяш. Первое открытое на территории монастыря дверь. Надписи никакой нет, но интересно же. О, смотрите, какой зал. Здесь где? Очкары. Смотрите, вот этот необычный первый раз видел в Армении. Написано, что Галатый Хрест я окрестил его Хачкар-Якая. Вот этот Хачкар, например, датирован 10-11 веком нашей эры и найден здесь в результате реставрационных работ. На территории монастыря много таких помещений, в которых выставлены древние части, которые были найдены при реставрации монастыря. Ворота, какие-то старые. Существуют разные информации, когда же был основан монастырский комплекс Татьев. Вообще, истоки его берут начало аж в 4 веке нашей эры. Но, как мы поняли, что развитие значительное он получил на рубеже 9-10 века. Основан Ашотом, его женой Шушан и князем Супаном II. В 10 веке на территории монастыря проживало порядка тысячи человек. А уже в 13 веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень. Монастырь являлся важным научным центром здесь, в Сюникском районе. В 1373 году здесь был основан единственный в Восточной Армении Татьевский университет. Главное архитектурное сооружение – церковь святых апостолов Петра и Павла. Построенная на рубеже 9-10 века. Второе название церкви – это Сурбпогас Петрос. Поэтому мы начнем осмотр территории монастыря именно с нее. Вот здесь еще одно помещение есть. Производит какой-то обряд. Рядом с церковью святого Петра и Павла есть какой-то интересный фор. Здесь шумит река Воротан. К основной церкви примыкает храм Григора Лосаворича, которое построено в 9 веке, но в 12 веке была разрушена землетрясением. И потом восстановлена династией Арбелянов уже в 13 веке. Арки украшают древние надписи. Здесь вообще прям из хачкаров, смотрите, сделана пристройка. Заходим в церковь святого Григора Лосаворича. Еще одна арка. Ничего не написано перед входом. Но от этого даже интереснее. Неизвестно, что там тебя ждет внутри. Так иностранные туристы разминаются после автобуса, видимо. Тут обзорная площадка. Замечательный вид на ущелье. Внизу маленькая деревушка. Тут еще один такой зал с обзорной площадкой. Какие-то лесенки идут наверх. Тесла. А, здесь тоже обзорная площадка. Да, в дочек здесь, конечно, в монахов закачаешься. Тут, видимо, еще один выход. А, это трапезная. А, это трапезная. Ну, тут сейчас никто не трапезничает. Тут какое-то помещение. С деньгами. Прям по периметру. Помещение различного назначения с видом на горы. Найменьшая из трех церквей Татевского монастыря церковь Аст-Фацин построена в XI веке на крепостной стене над монастырским надгробием. Да, вот, собственно, вот здесь, судя по всему, находится надгробие. Вот монастырская стена и на ней церковь Суб Аст-Фацин. Сначала не вяжется эта информация, что церковь самая маленькая. На нее смотришь издалека, она реально большая. Но все дело в том, что она, вот видите, она же не снизу начинается с земли. Она построена уже на монастырской стене. И поэтому, на самом деле, она небольшая. Со стен монастыря открывается прекрасный вид на церковь Святого Петра и Павла. А также вид на окружающие горы. Круче вида с монастырской стены может быть только вид с птичьего полета. Субтитры подогнал «Симон» Наверху, безусловно, круто. Но внизу есть тоже потрясающие места. Но до них нужно спуститься на машине. Что мы сейчас и сделаем. Поэтому мы вернемся на исходную точку, сядем в тачку и поедем вниз к чертовому мосту. Что там еще есть? А потом вверх. Приедем сюда. Ну что? Готарь и орехов есть с домашней халвой. Да. Какую вам дам? Давайте с домашней халвой. Да. Вы сами печете? Каждое утро мы сами пеким, готовим. На печи как-то она? Отдельные печки. Смотри, самый большой дам я. Огромная просто. Нам прям два дня есть. Я чувствую, не переесть. Класс. Спасибо. Армянский написано «Татев». А, ничего себе, там еще. Так это ее будет, получается, жалко есть с надписью. Ее можно как сувенир оставить. Долго хранится? Да. Самых малых 5-6 дней. Тесто недорожевое, кисломолочное. И пакет чая я вас буду подарить. Чайная сборка. Спасибо. А пить мы будем такое количество чая долго. Соответственно, вспоминать вас будет долго. Его не кипятите, кипяток добавляйте. Кипяток уже. Хорошо. 3000 вам. Большое спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо огромное. Удачи, дорогие. Удачи. Да? Ты мне обещал. Я не обещал. Короче, наезжают на нас. Нет, ну вот как вот. Ты идешь, тебя все останавливают. Ты со всеми как бы культурно разговариваешься. И тебе практически все говорят, зайдешь ко мне на обратном пути. Что ты скажешь? Окей. Да? А сам-то ты идешь вперед и выбираешь глазами, что тебе больше нравится. Нам понравилось больше дальше гота. Поэтому мы там дальше ее и взяли. Вот другие обижаются. Всем не угодишь. Гата была настолько крута, что в процессе поедания мы забыли вам рассказать, какая же она вкусная. Мы сейчас ее купили там наверху. Это просто фантастика. Дополнительная просто сейчас съемка идет, когда мы уже не можем, в принципе, есть, но Ольга все равно урчит от удовольствия. Слушайте, ну, действительно, вот здесь можно рекомендовать готу, точно в Армении, в монастыре Татеф. А еще, кто не смотрел серию, у нас была про монастырь Агарцин. Там была, безусловно, очень крутая гота. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Куча информации, только самый полезный. А мы сейчас с вами спустились в самый низ... А мы сейчас с вами спустились в самый низ ущелья реки Воротан, чтобы посмотреть природное образование чертов мост. Над нами 800 метров гор, журчит река Воротан, местечко шибанешься какое, но впереди сейчас будет просто вообще. Будьте готовы к тому, что здесь придется немножечко полазить по натуральным, природным, каменным тропам. Нас сразу же встречают вот такие вот природные ванны, ну, которые сделаны, конечно, не без участия человека. Знаете, ванны из минералки. Можно плавать и тут же пить. Да, девушки, будьте готовы к тому, что на каблуках здесь точно не вариант. Так что обувайтесь с нормальной обувью, берите с собой купальные принадлежности, потому что будут теплые минеральные источники. Вот здесь сразу недалеко от входа можно спуститься вниз под веревочный такой, не то чтобы лестница, а практически просто по веревке. И там будет вход в пещеры, где расположены термальные ванны, где можно искупаться. Ольга карабкается вниз на полных парах просто. Это совсем не сложно, как может показаться изначально, особенно сверху. Вот эти бойцы, хитрые местные, они хотят, причем за сопровождение 3000 драм, но они ничего не получат, потому что мы только что у бойца спросили, он сказал, что здесь все бесплатно, и, собственно, гид нам только что возле монастыря Топех то же самое рассказал. Так что не верьте, не верьте, что нужно платить, и все бесплатно. Какие ощущения после спуска? Ну, очень все легко. Кажется, что нелегко. Ну, кстати, если бы наверху они предложили бы 500 драм, мы бы заплатили без вопросов. Но они загнули стоимость 3000, мы как бы понаглом взяли и спустились. Ну, не то, что прям взяли и спустились. Я вам спросил у чувака, он из Болгарии, говорит, ты что-нибудь платил? Он говорит, нет, а я вижу, что к ним даже не подошли. Ну, они же не знают, как с ним общаться, английские не знают. И сразу же, как только мы спустились, наше внимание привлекли многочисленные ручьи, которые выходят прямо из гор. И по виду такое было ощущение, что это минералка. Реально минералка. Блин, вообще крутяк. Рекомендую вот прям взять с собой какую-то бутылку и набрать водички. Пам. Здесь есть секретные локации, которые, собственно, и хотят продать нам вот эти вот местные гиды, в кавычках. Но мы сейчас постараемся найти все сами. Ольга, короче, сходила наверх. Пока я сейчас пытался понять снизу, есть ли вариант пройти снизу, его, судя по всему, нету. Поэтому идем наверх. Ну что, ты узнала что-то? Говорит, что тропа хоженая, идти надо туда. Ольга пробивает маршрут уже прям как может. Вот так впереди виднеются уже природные бассейны. Единственное, что здесь придется немножечко поскользить на этих участках глины. Но я думаю, я справлюсь. Правда, нужно сначала убрать камеру. Да, вот оттуда вот мы с вами стартовали. И вот мы на пути уже пещерам с термальными бассейнами. Я видел, что оттуда поднимается даже теплый воздух. Так что осталось немножечко. Но те бойцы, конечно, держались до конца с такими непробиваемыми лицами, не давая нам понять, в какую сторону нужно пойти. Вот, смотрите, значит, здесь скользко, конечно, да. Вот, друг из Венгрии, у него, конечно, трекинговые боты. Ему поэтому получше, хотя я видел, как и он здесь напизданулся там. Хотя я вот в хватапочках шлепаю. Ольга уже вовсю разведывают пещеры. Смотрите, какие зеленые там камни. Вода стекает, вон, что локти-то везде. Это вообще просто что-то с чем-то. А вот, собственно, и сам чертов мост. Вот его видно, то есть вот он нависает. Вообще. Вопрос теперь в том, как перебраться туда, вот на ту сторону. Я не знаю, может быть, надо, конечно, идти в брод. Сейчас будем разбираться. Чем дальше, тем локации выглядят все более захватывающими и потрясающими. Мы, правда, сейчас теряемся несколько в догадках, как там перейти на ту сторону. Такое ощущение, что вот только брод. Без какой-то снаряги или без страховки лучше планисоваться. Пойдем. Приехали на Ктатев зиплайн. Сейчас вот так полетим. Стоимость на человека 12 тысяч драм. Нужно вот здесь одеться вначале. Находится она внизу серпантина. Рядом с чертовым мостом, недалеко. Одеваете снарягу. Все вещи, которые могут упасть, оставляете. Можно взять экшн-камеру, но лучше ее, соответственно, на руку повязать. Трос титановый. Максимальная нагрузка 120 килограмм. Тросы повесили три года назад. Собственно, столько времени не существует здесь этот зиплайн. Сейчас помчим. Вот только пристегивается первая. Это не значит, что она первой помчит. Вот команда профессионалов, которые отправляют нас на свой путь. На самом деле, ребята, молодцы. Оказалось, у них все очень четко. Экипировка, составление завещания. Шучу. Далее, трансфер до места. Нам предстояло пройти четыре участка трассы над ущельем. Пролетая над великой воротам, над серпантином. Пролетая над великой воротам. Каскадёры, каскадёры, будешь сидеть у нас в романтиках в сердцах. Каскадёры, каскадёры, мы уж путия прекрасного в гостях. Это наша судьба, жить не можем иначе. Игра не рискует, мы их обыцветуем зло. И если в жизни мы нашли, так же нам бесконечно весло. Но разъёмка, а то не риск нескольца, мы работаем своей, отжигаем сердца. Каскадёры, каскадёры, будешь сидеть у нас в романтиках в сердцах. Каскадёры, каскадёры, мы уж лучшее прекрасного в гостях. Это наша судьба, жить не можем иначе. Было просто бомбически, незабываемо. Ну а по окончанию этого адреналинового тура, ребята пригласили нас попить кофе по-армянски. Мы круто посидели, пообщались. Короче, всем спасибо, все молодцы. Также на серпантине есть офигенное место, которое стоит посетить. Это дозорный пункт. Его видно, если вы едете на канатной дороге, крылья Татьева. Это отдельно стоящая такая беседочка, что ли. Вот до неё нужно пройти чуть-чуть по тропиночке с дороги. Тропиночка очень живописная. Смотрите, как прям идёшь туда. Такие дубы и колдуны здесь растут. Низкорослые, вокруг горы. Красотень, да и только. О, ты где виноград-то уже на дыбало? На дубах растёт? На дубах, да. Да, смотрите, какая фантастическая картина перед нами здесь. В Зангизурских горах были созданы такие дозорные пункты. Мы сейчас с вами находимся возле дозорного пункта Арснадзор. В далёком карнизоне били в набат. Следующий опорный пункт был в Хате. Там подхватывали его колоколом. Потом колокол был сбил здесь, в Арснадзоре. И сигнал принимали уже в Татьевском монастыре, колокола которого били. Их слышно было на расстоянии 50 километров. Вот так работала система оповещения раньше, если приближались враги к этим территориям. Вот, видите, тут остались даже цепи, которые раньше удерживали колокол. То есть эта система работала, работала беспроигрышно. И уже вон там, где мы с вами сегодня были, у Татьевского монастыря, слышали звуки с этого дозорного пункта. И там звонили во все колокола. Представьте себе, как звук колоколов распространялся здесь, в горах. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой получился крутой день в Зангизурских горах, но мы на этом не заканчиваем на съемке, потому что у нас еще пещерный город Анасу. Кстати, вот у нас тут спор небольшой вышел. В итоге мы говорили, что Горис, потом в Википедии увидели, что Горис, но нам девушка местная рамяка сказала, что Горис. Поправьте там в комментариях, если что, как правильно.